Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Роман Шахов. Программа «Лучшее в стране». И сегодня в нашей эфирной сети мы заполучили музыкантов группы «Сети». Встречайте и аплодируйте у своих гаджетов Ян Николенко и Виктор Санков. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, привет. Добрый день. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Это взаимно. Как у вас настроение летнее? Расскажите. Ну, я уже успел съездить пару недель отдыхать. Но, правда, не в теплых странах. Ездил сначала в Прибалтику, потом в Швецию. Но зато там народ никого. Воздух свежий. Погода повезла была хорошая, в отличие от московской, куда я вернулся. Поэтому я, в общем, отдохнувший и готов играть и концерты, и разговаривать, и давать интервью, и все, что угодно. Давайте Виктора Викторовича спросим, что у него в этом направлении. У меня был примерно такой же план, только все-таки удалось попасть в жару. Где она, кстати, Вик? Ой, я лето начал во Флоренции, потом побывал и в Хельсинки, и в Берлине, и по югу России поездил немножко. Ну, так, прошвырнулся, что называется. Ну все, готовы работать. А где готовы ребята работать и когда, мы сейчас и узнаем. Итак, Ян, расскажи. Завтра, то есть 9 августа в 20.00, да, мы будем играть в месте, которое называется «Подсолнухи Art & Food». Это, я так понимаю, фудкорт, который организует концерты для того, чтобы привлекать туда людей. Вот. Мы играем в 8 вечера. Будем играть полноценную программу, собственно говоря. Все, что любим, умеем и хотим сыграть, все и сыграем. Ну, я так понимаю, что будут треки с альбома «Просто». Там будут треки с нашего последнего альбома, который называется «Просто», который вышел в прошлом году и будут. Лучшие треки из нашего дебютного альбома, такие как «Смайл», «Небо на земле» и другие. В общем, часа полтора как минимум будем завтра играть. Приходите, находите время. Ну, в конце концов, завтра у нас пятница. Да, а это арт и фуд. Вот, в общем, там помимо арта в нашем лице будет еще и фуд и наверняка еще и дринг. Так что, в общем, не пропустите. Слушайте, вы как к готовке относитесь? Любите готовить? Я терпеть не могу. Я вообще не люблю делать ничего. Вот, даже играть на флете я не очень люблю. Вот. Но я люблю, когда меня кормят. И у меня для этого есть замечательная жена. Ей большой привет. Кстати, она как-то принимает участие в концерте, но в хоть каком-то качестве? Да, наш арт-директор. Собственно говоря, оформление вот нашей последней пластинки. Просто вот она, да. Полностью делала она фотографии. Ну, и лицевая сторона, и потом там внутри буклет. Это все тоже сделано Кате Демениной. И она же режиссер двух наших последних клипов. Собственно, на песню «Просто» и на песню «Алиса в стране чудес». То есть, в общем, у нас такой семейный подряд, что очень, конечно, выгодно, потому что все деньги остаются в семье. Молодец. Конечно. По поводу клипа, скажи, пожалуйста, ты приходишь и говоришь, Кать, вот хотелось бы снять вот так, так, так. Она говорит, нет. Кто у нас режиссер? Именно так она и говорит. Я, естественно, я вообще человек очень, ну, как сказать, ну, я бы даже сказал, деспотичный. То есть, я, в общем, люблю, чтобы все было, как я хочу. Вот. Ну, наверное, на то она мне и жена, что она в свое время смогла, так сказать, одержать верх в этой борьбе. Конечно, конечно. Вечно. И последнее слово, конечно, остается за ней. Поэтому даже в таком сложном деле, как работа над видеоклипом, все равно мне не удалось ни встрять, ничего изменить. Я говорю, а давай мы здесь, например, здесь красиво по пляжу побежит модель с развивающимися там рыжими волосами. Она сказала, вот больше ни одного совета вообще, дружище. Вот ты либо мне доверяешься, либо нет. А модели с рыжими волосами не будет. Там буду идти я, сказала Катя. Ну, а как еще, понимаешь, тут не поспоришь. По поводу песен, скажи, вот есть люди, фокус-группа, может быть, Катя, которые первыми слышат те песни, которые создает команда Сети. Ну, так оно и есть. И я ей, в общем, в этом плане не завидую, потому что она не просто слышит первую песню. Она слышит ее в процессе, так сказать, приготовления. Вот всю эту кухню она знает. И она вынуждена эту песню со всеми ее вариациями, с изменениями в тексте, в аранжировке во всем, слышать на протяжении тысяч раз. То есть я запираюсь в комнате и начинаю по кругу гонять, например, одну какую-нибудь, одну часть песни, работать над ней. И она, вольно или невольно, она даже купила беруши, чтобы просто не слышать больше моих песен. Это как в поговорке про колбасу, никто не хочет знать, как она готовится, потому что все песни, которые собираются дома, вот родные люди, они, конечно, попадают под раздачу по полной программе. Да, то есть ее никак не назовешь фанатом группы Сети, потому что ей уже эта группа Сети вот уже где-то, конечно. И, друзья, пока Катя перестала и Катя, потянулась за бокальчиком с водой, Катя, доставайте беруши, сейчас группа Сети в эфире Страна ФМ. Лучшие в стране. Друзья, Ян Николенко и Виктор Санков в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Сети на телерадиоканале Страна ФМ. Просто прекрасный клип. Спасибо. Большое спасибо. Мы говорим Кате, и расскажите, как вам работалось, кто вообще придумал вот эти вот листочки, как это все появляется? Катей придумала, да, ну, я думаю, что в качестве первоначальной идеи знаменитый клип Боба Дилана есть, где он, ну, там он просто выбрасывает бумажки с текстом, постепенно как бы всю песню так и выбрасывает. А мы пошли дальше, да, и решили это вот сделать в динамике. Те артисты, которые там снимаются, известные музыканты, а все ли сразу согласились, и как это вообще происходит? Не, ну, кто-то согласился, кто-то не мог, вообще, в принципе, все соглашались. Мы изначально планировали позвать еще Бориса Борисовича Гребенщикову, он оказался на гастролях, вот, то есть мы хотели, чтобы они были такими, как ни странно, антиподами, хотя, насколько я знаю, они друзья с Макаревичем, с которым начинается клип. Мы хотели, чтобы сначала был Макаревич, а в конце Гребенщиков, вот, но Гребенщиков не смог, ну, а Макаревич Андрей Вадимович послушал песню и согласился, и приехал, был немножко разочарован, там, в том месте, где мы снимали, у них есть такой огромный винно-коньячный бар, который весь бутафорский. Ну, это для съемок. А он очень обрадовался, уже начал даже открывать эти бутылки. Проклятое кино. Когда ему об этом сказали, пошла камера. Он сам, он это выяснил сам, он открыл бутылку и просто понюхал, прежде чем начал пить, слава богу, да. Значит, Ольга Долгополова, одно из самых очаровательных произведений и искусства, которые есть в коллективе сети. Это бесспорно. Значит, почему она единственная не получила обуви в этом клипе? Ну, потому что она такая сбежавшая невеста. Вот только поэтому, да. По сюжету, конечно, она в чем, так сказать, была, в том и побежала. Наш Пол Макарни просто. На шпильках бегать, сами понимаете, неудобно. Слушайте, как получилось так, что у вас такая очаровательная девчонка стала сидеть за этой суровой ударной установкой? Как вы познакомились, как стали сотрудничать? Нам ее порекомендовал барабанщик Би-2 Боря Левшиц. Вот, ну, когда мы искали барабанщика, мы, естественно, первым делом обратились к нему, типа, Борька, посоветуй, да, дружище. Он говорит, есть девчонка очень талантливая, но не знаю, согласится ли она, потому что она играет у Линды, там еще у кого-то играет, наверное, занята. Вот, и мы позвонили Оле, она сказала, ну, давайте я послушаю, что за группа. Послушала песни и сказала, да, все, я вписываюсь, мне нравится. Вот. Вот, она профессионал, она играет, продолжает играть во многих группах, потому что она знает программу различных коллективов. Вот, но надеюсь, что группа сети для нее это основное, чем она занимается. Да, Оль? Да, конечно. Значит, сейчас сети это квартет, расскажи, как вообще. Да, сейчас это квартет, потому что выяснилось, что этого более чем достаточно для того, чтобы нам играть живьем. Сейчас современные технологии позволяют все-таки обходиться даже и без клавиш, и без огромного, так сказать, оркестра, использовать что-то в записи, которая идет параллельно с живой игрой музыкантов. Мы от этого не стесняемся и не отказываемся от этого. То, например, у нас в одной из песен поют джукбокс-трио, которые мы, естественно, не можем с собой возить на гастроли. И поэтому голоса ребят из джукбокс-трио идут в записи, а мы поверх играем вживую. То есть это прекрасно. Зато мы не теряем их чудесные голоса. И все деньги в семью. И все деньги все там же. Друзья, маленькая пауза, после которой мы вернемся. Будьте в компании Страны ФМ. Дамы и господа, мы продолжаем Ян Николенко и Виктор Санков в гостях у телерадиоканала Страны ФМ, команда Сети. Я раскрыл пластиночку, наслаждаюсь альбомом, который называется «Просто». Скорее всего, у вас уже есть этот диск. Спасибо, что вы решили его в наше время печатать. Это здорово, это приятно, потому что многие выпускают просто. Ну, хочется что-то подержать в руках, конечно. А то люди приходят, им расписываться нельзя. Во-первых, расписываться не на чем, да-да-да. Во-вторых, ну, там была такая прекрасная фотосессия, столько красивых фотографий, ну, их же нужно людям показать. Слушайте, а у Сети вообще есть какой-то мерч, вот, футболочки? Пока нет, это, вообще-то говоря, просто совершенно нерентабельно. Это, если группа собирает много народу и ездит на регулярные гастроли, то это имеет смысл. А иначе это очень серьезная и большая работа, создание того какого-то фирменного стиля. Сети-шоп какой-нибудь, да? Да-да-да, и это совершенно никак не окупается. То есть у нас вот, например, яркий пример, это Боря Левшис, как раз барабанщик Би-2. Он очень сейчас серьезно занялся своим собственным мерчем. Ну, то есть это как бы около Би-2, но это все именно от Бори Левшиса. Это футболки и всякие аксессуары. Вот, у него огромное количество подписчиков, очень много людей его любят, и барабанщиков, и просто мальчиков и девочек, так сказать. И казалось бы, что все они должны просто сметать его футболки, но ему все равно приходится страшную адскую работу проделать для того, чтобы хотя бы, ну, в ноль выходить. Боря, удачи. Да-да-да. Значит, по поводу следующих релизов, расскажи, что нам ждать, потому что хотелось бы новых песен, и, скорее всего, на концерте завтра что-то уже будет новенькое. Завтра мы ничего нового не будем играть. То есть то, что мы уже знаем и любим. Да, мы решили... У нас есть несколько новых песен, они уже даже записаны. Ну, пока посекретничаем. Да, но мы их пока просто не ставим никуда. Мы решили придержать это дело до осени, потому что сейчас настолько развит интернет, что люди все равно записывают, все концерты записывают, снимают на телефоны. И стоит появиться новой песней, она завтра будет в сети, вот в плохом качестве. И эффект новизны от того, что эта песня впервые где-то появилась на радио, уже будет потеряна. Поэтому мы их прячем, короче. Ян, что будет осенью, когда мы это увидим? На каких концертах, на каких площадках? Расскажи. Я думаю, что мы сыграем как минимум две новые песни на нашем большом сольном концерте, который будет в клубе «16 тонн» 27 октября. Причем там будут перед этим два дня подряд грандиозные концерты у Би-2 на ВТБ-арене. И в первый день разогреваем Би-2 мы, сети. 25 октября мы будем их разогревать. И у нас будет прекрасная возможность на 20-тысячную аудиторию, собственно, прямо со сцены, всех позвать «16 тонн» на 27-е. Я с Шуриком и с Левой договорился, они не против, что я такую рекламу буду прямо со сцены устраивать. Да-да-да. Бофф-маркетинг. Да-да-да. И поэтому 27-го, соответственно, всех ждем в ВТБ 25-го числа и 27-го числа на, так сказать, автопати ждем в «16 тоннах». И мы там будем играть в том числе новые песни. Новые песни, как они пишутся? Расскажи. Вот кто-то там кладет, например, когда вечером ложишься, спать блокнотика, кто-то телефон, у тебя такая кухня. У меня бывают моменты, когда новая песня мне снится, это правда. И я просыпаюсь, она продолжает играть в голове, и я хватаюсь в данном случае уже, опять-таки, технологии, я просто хватаю телефон и на диктофон напеваю. Главное, что Янек сначала кладет себя в кровать. Ну, это, кстати, кладение меня в кровать не является обязательной вещью для того, чтобы придумать новую песню. Потому что бывает, что песня пишется в дороге, это очень распространенный тоже момент. Когда скучно, когда нечего делать, ты просто философствуешь, смотришь в окно, например, это автобус. Вот как я придумал песню «Смайл». Мы со Сплином были тогда на гастролях, ехали из города, по-моему, Ноябрьск в город Муравленко. Это грандиозная абсолютно тундра, на которой нет, ну, ничего совсем вообще. Туда даже оленя не забредает. В общем, это тундра, и она на протяжении там трехсот километров, это тундра. И вот где-то в середине на меня свалилась эта песня, буквально уже вместе с ритмом и даже со словами вместе. Вот и так. Слушай, у тебя же первый инструмент, самый главный, да, флейта, она как вообще появилась? Почему это флейта, почему это не, например, гитара, не фортепиано, ну, не самый распространенный инструмент, ну, в конце концов, не баян, вот когда детей там отправляют в музыкальную школу? Как ты к ней пришел? Расскажи. Теоретически это могла быть скрипка, либо фортепиано, потому что, ну, когда меня мама вела на прослушивание в музыкальную школу, ну, она думала, что я... Ну, она верила в меня, она видела, что у меня есть какие-то музыкальные данные, и она хотела меня, естественно, на какой-то инструмент, который, ну, однозначно выигрышный, у которого... Чтобы, так сказать, чтобы у мальчика было будущее. И профессия, да. И профессия уже гарантированная, вот. И пока я стоял в очереди на прослушивание в музыкальной школе, там такая, ну, толпа детей, все волнуются, а тут же рядом стояла другая очередь тоже волнующихся детей, это были флейтисты, которые сдавали экзамен. А-а, вот как. И они все разминались в коридоре, все, каждый играл какую-то свою мелодию, и меня просто заворожил сам инструмент, его вид, как это, ну, вот, как это выглядит и как это звучит. И поэтому, когда я прошел прослушивание, меня спросили, какой инструмент, я неожиданно для мамы, которая меня так толкала локтем и говорила там, скрипку, скрипку, я сказал флейту, мне говорят, а уже класс набран, к сожалению, видимо, не выйдет. Ну, мы спросим преподавателя, они показали меня преподавателю, она со мной немножечко поговорила, посмотрела, как я себя веду, и сказала, давай попробуем. И в результате, в общем, вот, я оказался флейтистом, и об этом не жалею, потому что скрипачей навалом, пианистов еще больше, а флейтистов не так много. Конкуренции не... И роличится ли, потому что не было нетерпелировано инструмента дома? Да, слушай, не, ну, а подожди, а на флейте, ты знаешь, в квартире играть, в 12-метровой комнате тоже, ого. Да, друзья, мы продолжим разговор, будьте в компании Страна ФМ. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Друзья, Ян Николенко и Виктор Санков в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Группа Сети, завтра у них концерт. Все подробности в Инстаграме можно найти, да, если зайдете? Да, можно зайти на сайт setiband.ru, и там есть ссылки на все наши социальные сети, и на Инстаграм, и на ВКонтакте, и на Фейсбук, так что, в общем... В соцсетях часто сидите? Подолгу? Как вообще? Есть зависимость какая-то? Я, то, что популярное слово, выпилился из социальных сетей, я понял, что это совершенно не мое, это слишком много времени у меня, и внимание отнимает просто от наблюдения жизни. А я вот люблю наблюдать за жизнью, мне значительно интереснее люди, и то, что происходит вокруг меня, так сказать, в реале. И, ну, в общем, я как-то устал от виртуального мира, и понял, что это не мое. И, слава богу, я мог себе позволить просто взять и удалить все аккаунты, потому что все равно есть человек, который у нас занимается... Официально, да, аккаунтом. ...прессой, да, и ведет все сайты и все остальное, то есть я мог свалить это на него, а сам просто смотреть в окно. Вот, а Витя-то, я смотрю, вообще не расстается со смартфоном. Ну, Витя-то, да, глаза опустил, сейчас, наверное, он что-то скажет такое в свое оправдание, Витя. Я даже не буду пытаться, зачем? То есть подолгу, да, там, в фейсбук? Да нет, я тоже стараюсь оттуда потихоньку выпиливаться, но так слежу за перемещениями друзей, и все, конечно же, общение происходит через эти чертовы сети. Слушай, как твое общение началось с командой сети? Расскажи свой путь. Ну, началось все... Откуда начать? Просто я до сих пор играю в группе «Полюса», и как-то у нас был концерт в Москве, и мы с Ильей решили назвать просто друзей, и хотели постоянно кого-нибудь собрать. Спасибо. Мы Женьку Федорова приглашали из Текила Джаза, и Макса Иванова из Торбы, и вот были в Москве, и Илья позвонил Янику, говорит, давай с нами сделаешь, как бы, вот мы исполняли песню «Пуля», и в какой-то момент Яник пришел с Катей на наш концерт, мы там разговорились, и он меня спросил, а я тут собираюсь сети восстановить. Я говорю, о, как классно, это же была прекрасная группа. Конечно, да. Говорит, посоветуй мне какого-нибудь басиста. Говорю, ну, есть тут у меня парочка в Москве, я до сих пор живу в Петербурге, и вот катаюсь. Говорю, ну, а если ты, как бы, готов терпеть мои долгие разлуки? Я бы даже так сказал, я ему говорю, Витька, посоветуй мне, пожалуйста, какого-нибудь хорошего басиста. Он говорит, есть один на примете, я. Вот так дело было. Абсолютно правильно, да. Я говорю, ну, ты же в Питере, он говорит, ну, я привык жить в дороге, так сказать. Конечно, артисты. Поэтому одной, так сказать, группой больше, одной меньше, одной ночью в поезде больше, одной меньше, ну, что там. И так катается взад-перед, собственно говоря, вот приезжает с нами, вот играет концерт, едет домой под крыло, так сказать. По поводу команды Сити, которая была на очень большой паузе, как ты все эти годы вообще вот жил? Сколько раз ты прорывался опять возобновить деятельность? Как это все происходило? Я просто потихонечку, то, что называется, в стол писал песни. Вернулся из Таиланда вот мой товарищ и вечный компаньон Володя Каледа, гитарист нашей группы. Он пытался, так сказать, от этого мира уйти в, так сказать... В параллельный. В параллельный, да-да-да. В параллельном мире он, к счастью, задержался ненадолго и вернулся. И прямо сразу в Москву, минуя Питер. Ну, потому что я ему сказал, давай в Москву и займемся новым альбомом. Вот. И мы сначала были, собственно, да, вдвоем, как виртуальная группа сети. То есть мы просто сидели дома и делали новый материал. Но потом уже, когда стало понятно, что это надо записывать, мы позвали людей и записали альбом. Ну, скажи, вот успокой нас, поклонников, все сейчас, вы вернулись и все пойдет так, как мы когда-то узнали и полюбились сети? Да я думаю, да. Ну, естественно, мы же живые люди, мы, то, что называется... Ну, желание есть... Даже техника ломается, и мы можем сломаться, да. Но желание есть огромное. И более того, есть желание, чтобы это было не просто каким-то хобби или, ну, блажью такой, как бы, музыканта, играющего в Би-2, что, а дай-ка я вот чуть-чуть там на стороне еще своим чем-то позанимаюсь. Я очень хочу, чтобы это так или иначе стало моей основной работой. Вот. Ну, а это уже зависит от того... Ну, вот от вас, в частности, зависит. Хорошо. Мы делаем, да, все, что от нас зависит. По поводу песни «Алиса в стране чудес». Как она написалась? Когда ты ложился спать, когда ты был в дороге вообще, что с ней? Это очень старая песня, она была придумана еще в середине 90-х годов. У меня... Это единственная песня, где у меня есть соавтор. Это Виталик Цветков, между прочим, директор группы «Браво». Потому что у него была замечательная группа ГПД, и он в свое время тоже очень зажигал, как вокалист и лидер группы. И я с ним в Питере познакомился, и у меня была песня «Не было припева». Вот это «Алиса в стране чудес». Я ее придумал, я уже не помню, как ее придумал. Просто придумал. Вот. Это была первая песня на русском языке, которую я сочинил. Я не знал, куда ее деть, потому что у меня была англоязычная группа на тот момент. Эдипов комплекс. Эдипов комплекс, да. И вдруг песня на русском. Но все равно я решил ее доделать, и припев не получался, и Виталик, который был у меня в гостях, он сказал, давай я. И взял и придумал вот этот припев там про «Алиса в стране чудес». Там, видимо, солнца не будет здесь. Это все слова Виталика. Куплеты мои о припеве Виталика Цветкова. А что из этого получилось, друзья? Там еще и клип очень красивый. Давайте посмотрим, послушаем прямо сейчас в эфире «Страны ФМ». Лучшее в стране. Дамы и господа, Ян Николенко и Виктор Санков в гостях у «Страны ФМ». Команда сети, и мы только что окунулись в мир «Алисы в стране чудес». Спасибо вам за эту страну. Ну, расскажи, сложно ли было ее создать? Мы старались, чтобы это было по-настоящему волшебно, чтобы это было медитативно, чтобы это было красиво и завораживающе. Это не только снимало Катину и принимало участие в клипе там, да? Катя, да, вот с гармошкой, это как раз она и идет. Вот это как Рязанов обязательно снимается в своих фильмах. Катя решила, в общем, тоже по его стопам пойти и сняться в своем. Сейчас Виктор Викторович скажет, что это аккордеон был, а не гармошка. Я устал от этого еще в детстве. Ладно, ладно, не будьте занудами. Скажи, пожалуйста, где можно найти эти волшебные места, ведь если люди путешествуют, они вполне могут на этот остров приехать? Это эстонские острова, там их два, они рядом расположены, Хиума и Сарима. И там вся инфраструктура очень хорошая, то есть там и дороги, и какие-то рестораны, магазины и все остальное, а народа при этом нет. Потому что это не раскрученные, они стараются их как бы раскручивать. И пока что там нет народу, и относительно нормальные цены. И там вот можно снимать клип, не боясь, что у тебя в кадре будет тысяча отдыхающих, и их нужно будет просить, ребята, на секундочку. По-эстонски просить их подвинуться. Там, в общем, можно встретить абсолютно безлюдные пляжи, на протяжении двух или трех километров никого нет. Когда нам ждать следующий клип, скажи, по крайней мере, есть ли задумки, на какую песню, и, может быть, уже придумано, где это все будет? У нас сейчас в работе три новых песни, ну, как бы, даже четыре, четыре. И это будет, ну, как бы, мини-альбом EP, то, что называется. Но мы еще не выбрали, на какую песню снимать. Мы на этот раз, я думаю, что мы сначала все запишем, закончим, и потом проведем, так сказать, тестирование. То есть обычно мы сами выбираем, что снимать, на какую песню снимать. В этот раз, я думаю, что мы спросим у людей, которые... В соцсетях или как-то? Которые ходят в наши соцсети. Я боюсь назвать их фанатами. Людей, которые нами интересуются. Я просто не люблю это слово фанаты. Преследователи. Преследователи наши. Ну, в общем, спросим у них. Ну, EP-шечка. Когда ее ждать? Есть какие-то сроки примерно? Ставишь себе... Ну, я ставлю срок ноябрь. Вот так вот. Обычно я себе ставлю срок, и он увеличивается еще на десятилетие примерно. Ну, мы знаем по группе сетей. Да, да, да. Это все можно. В данном случае, поскольку тот же Виктор Викторович не дает мне расслабиться. В общем, я думаю, все сделаем к ноябрю. По работе в Би-2, что там? Как вообще? Какие там сейчас новости? У Би-2, начиная со второй половины сентября, уже покатит новая программа, колоссальное какое-то шоу, фантастическое. То есть была поставлена задача переплюнуть шоу «Горизонт событий», которое и так было, в общем, нехило. И, в общем, там будет огромное количество каких-то фишек новых, которые я не могу озвучивать, потому что меня просили этого не делать, чтобы это был сюрприз. Ну, в общем, по всей стране с огромным табором, там, несколькими фурами, оборудованием мы поедем. Вот уже начиная со второй половины сентября. Вот. Но мы с сетями будем в крупных городах, по возможности, будем разогревать Би-2. И поэтому, в общем, мы так все вместе и будем ездить. Хотелось бы пожелать всего вам самого хорошего в плане музыки, в плане того, чтобы у вас клипы были такими же волшебными. Что для этого необходимо вам? Ну, потому что все-таки для артиста необходим какой-то такой внутренний мир, который вот эта вот суетливая действительность подчас может нарушить, вторгаться в него. Как вы сохраняетесь? Ну, для меня, например, необходимо время от времени убегать вот в безлюдные места. Действительно. И там дышать, просто дышать свежим лесным либо морским воздухом. Вот. А потом я возвращаюсь в Москву и чувствую себя хорошо, ну, как минимум, месяц. А потом мне опять хочется в лес. Давай Витю спросим, потому что он туда-сюда ездит. Москва, Питер для тебя вот как энергетически отличаются и чем отличаются? Расскажи. Ну, я в Петербурге живу уже сколько? 12 лет. Конечно, это вопрос с друзьями, связями, группами, работами и прочим, прочим, прочим. Москва в этом отношении, конечно, немножко для меня поскуднее. Но при этом все, что здесь происходит на квадратный метр, это, конечно, в разы более энергозатратно и так далее. Меня спасают эти переезды, на самом деле. Потому что ты едешь с незнакомыми людьми в купе, и ты такой, а, с вами я могу не разговаривать. Это и есть мой скопизм, о котором вот Янику приходится для этого уезжать, и я вот так путешествую. Ну, есть ли еще места в России, куда бы вы хотели махнуть? Вот, может быть, для съемок фильма отдохнуть, как-то так. Я очень хочу на Алтай. Вот ни разу там не было. Мы, конечно, играли в Барнауле, но это, сами понимаете, гастрольный приезд, это неинтересно. Ты прилетел, отыграл, и тебя тут же, чтобы не платить за гостиницу, тут же тебя оттуда отправляют. Места силы, да. Ну, вот, а в местах силы... Я вроде бы просто хочу, да, он курил и вернется. Вот, а Витя, да, он курил, скурил, так сказать. Я желаю вам обширных гастролей, чтобы вы побывали во всех местах, где вам нравится и где вы мечтаете выступать. Пусть у сетей будут еще альбомы, как минимум, и пишечка, мы ждем ее осенью. Ну и завтра, еще раз давайте скажем, где? Подсолнухи, Art and Food, можно посмотреть в интернете, где это метро Бульвара Косовского, в общем, метро города. Да, открытое шоссе, дом 9, большое спасибо. В 20.00. Дамы и господа, слушайте хорошую музыку и ходите на волшебные концерты. Вам спасибо огромное. Да, Ян Николенко, Виктор Викторович Санков, команда Сети, только что в эфире Страны ФМ, и до новых встреч, ребят, пока. Спасибо. Лучшее в стране